здравствуйте друзья много делается прогнозов в средствах массовой информации вот чего не откроешь и там подводят итоги минувшего 2014 года какие-то прогнозы делаются в отношении 2015 и все на свете вот кто там участвует все обращены и так сказать своим вниманием к вопросу о стоимости нефти да почем будет баррел значит там вот этой нефти там wti или там бренд или там уралс или там что что там почем нынче нефть будет значит я хочу сказать что это конечно всем интересно и я вот к этому и клоню что вчера наткнулся я на bloomberg и вы знаете вы можете пойти просто bloomberg.com а есть у них еще телевизионный канал свой там и так далее вот на bloomberg tv я смотрел небольшое было коротенькое интервью с господином гринспеном который был начальником нашего федерал резерв банка который манипулировал очень мастерски значит рейтом значит там банковским и ему уже 88 лет он в 2006 году когда ему исполнилось 80 он ушел с этой должности я хочу сказать что дай бог чтоб нам нам его возрасте вообще вообще дожить до 88 но чтобы так ясно соображать и так здорово он говорил молодец и к нему это журналистка значит там пристала и говорит ну почем будет нефть вот как будет нефть вот ты ж такой могучий там мыслитель все на свете знаешь вот ты скажи и он не сказал то что вот я думаю всем вам будет интересно услышать он не сказал у нас сегодня нет достаточных инструментов чтобы сказать сколько будет стоить нефть но что мы можем сказать говорит он мы живем сегодня в другом мире не в том мире в котором опек манипулируя добычей могла поддерживать цену нефти на том уровне на котором они хотели мир опек закончился сказал он и еще такую интересную фразу он сказал что я думаю сказал что если даже саудовская аравия сегодня захочет сократить добычу там или еще что-то вот я не думаю что это сильно на что-то повлияет сказал он потому что сегодня возникло так много добытчиков и поставщиков нефти на рынке и кроме того он ведь специфика вот это shell ойл состоит то что это быстро делается вот это не не нужно так много времени чтобы вот обнаружив запас довести это до таскать до штуцера да вот это гораздо быстрее все сейчас происходит поэтому говорит он уже вряд ли саудовская аравия может на что-то сильно повлиять но чего у нас сегодня нет мы не знаем насколько это снижение цены на нефть который сейчас произошло насколько она подорвет добычу от этого shell ойл то есть мы сейчас видим снижение инвестиций мы видим что какие-то скважины замуровывают и так далее но мы не знаем как на каком уровне останется добыча и мы не знаем поэтому что будет с ценой то есть краткосрочно вот она сейчас там 55 там 56 57 зависимости там от сорта нефти но что будет дальше мы не знаем будет нет достаточно инструментов надо смотреть единственно что понятно что мир изменился и не и возврата к тому миру который был уже нет уже опеку же не никакого значения ними к чему я это клоню почему я вообще решил это все рассказать потому что очень много надежд очень много спекуляций очень много планов которые люди строят так вот что я хочу сказать когда вы услышите кого-то рассуждающего о цене на нефть вы просто знаете он не в курсе вот если люди такие как гринспен говорят у нас сегодня нет достаточных инструментов чтобы рассуждать на эту тему значит их нет все остальное это это болтология я буквально пару месяцев назад вот я рассказывал как то это был в компании там был один венгер и он как бы большой человек был в нефтяном бизнесе и потом он немножко изменил там свою карьеру и ну венгрии был большой человек и сейчас он работает в громадном немецком концерне там с десятками заводов по всему миру и так далее в частности вот нефтью он занимается и газом и так далее и вот мы с ним пару месяцев назад разговаривали но мы с ними тоже там до драки дошло но во всяком случае я думаю что мысленно оба мы вот пальцем там крутили у виска друг другу так вот он сказал что повторяя за президентом российской федерации который сказал что при 80 долларах там вся мировая экономика рухнет значит вот мы видим что 60 долларов и ниже даже и вся мировая экономика расцветает потому что с нее сняли вот этот такс к которым обложили нефтедобывающие добывающие страны тех кто производит все остальное поэтому я хочу сказать не рухнуло и при 60 не рухнет и мы на самом деле уже bloomberg тот же гаджи и при 40 ничего не рухнет и при 40 все будет очень даже нормально поэтому не стройте свои планы жизненные на том что кто-то вам сказал там вот будет такая цена будет всякая цена может быть будет 100 может быть будет 25 мы не знаем вот это единственно что надо сказать мы не знаем и никто не знает и нет сейчас инструментов чтобы об этом судить вот я на этом и закончу счастливо а